Я на Манхэттене в прошлом октябре, после того, как расстался с девушкой. Он был лаконичен. Если кто-то хочет поговорить о чем угодно, звоните. Джефф, одинокий парень. Так этот 40-летний актер решил бороться со своим одиночеством в огромном городе, где все постоянно куда-то спешат. Уже через месяц он понял, надо издавать книгу. Иногда я разговаривал по 16 часов в день. Я даже не мог себе представить, сколько людей захочет позвонить и рассказать тебе о своей жизни. О том, что им пришлось пережить. Тысячи смс-ок в день или, например, 700 звонков. Как Джефф это выдержал, непонятно. Но он до сих пор не расстается с телефоном, что-то записывает или просто набирает ответ. Менее чем за полгода ему написали или позвонили более 65 тысяч человек со всего мира. И только одна девушка из этого огромного количества людей пришла на презентацию книги. Он общался со мной искренне и дружелюбно. И я даже спросила его, это шутка или он действительно одинок. Потому что я хорошо знаю, что такое одиночество. Как мастер комического жанра Джефф не удержался и вместе с друзьями устроил художественное чтение отрывков из книги. Я вчера сообщила своему парню, что чувствую себя неудачницей. Он не стал меня переубеждать и сказал, что тоже неудачник. И поэтому мы должны найти хорошего психоаналитика. В основном люди звонят или пишут, чтобы пожаловаться. Секрет прост, анонимность. Бывает, что родным и близким всего не расскажешь. В предисловии к этому сборнику смсок и телефонных исповедей, один из соавторов цитирует Лермонтова о том, что Печорин в Герои нашего времени – это собирательный образ поколения. Свой труд авторы называют портретом тех, кто не попадает в поле зрения средств массовой информации. При этом они гордятся тем, что знатоки русской литературы уже сравнивают их произведения с чеховской жалобной книгой. У Чехова, великого русского писателя, все повествование состоит из того, что люди пишут жалобные книги на вокзале. Вот так же и у нас почти вся книга состоит из жалоб. Мы просто выбрали лучшие. Конечно, звонили и для того, чтобы поделиться радостью или посоветоваться. А один из трейдеров с Уолл-стрит просто решил рассказать, как под его окнами митингуют недовольные американцы. Вечеринку по случаю выпуска своей книги Джефф назвал по аналогии со скандально известным движением «Окьюпай Уолл-стрит» – «Захвати Уолл-стрит». Правда, в случае с «Окьюпай Лонлинес» русский перевод скорее будет звучать «Победи одиночество». Получилось ли это у Джеффа, он не знает. Новую даму сердца еще не встретил, но жизнь, похоже, налаживается. Я познакомился с несколькими интересными женщинами. Они мне нравятся, и, может быть, с одной из них что-нибудь получится. Джефф признает, что уже не чувствует себя таким одиноким, как осенью прошлого года. Но, несмотря на многотысячный круг общения, сказать, что это чувство ушло совсем, не может. Борис Кольцов, Борис Леонов и Анна Нельсон, Первый канал, Нью-Йорк.